здравствуйте друзья вот так узнецов дмитрий компания лям знаете очень много скапливается таких коротеньких коротышей роликов там по минуте подвиг формировать из них полноценный ролик я не думаю я думаю точнее что нет смысла поэтому мы собрали подборочку из таких роликов и выкладываем вашему вниманию такие небольшие коротенькие но со смыслом ролики и так давайте послушаем вместе алло 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 кто это александр анатольевич российский капитал николай иванович 5500 рублей у вас просрочно в апреле последний платеж был необходимо срочно поверсить а как понять ориентировочно вы не уверены что информация ли что мне какие деньги вносить то если решу носить 5500 я думаю этого достаточно будет да ладно вы что так разве о долгах сообщают четко конкретно когда надо внести и сколько четко конкретно а вы кто подождите а вы тогда зачем звоните как там у вас забыл ему учиться информацию загрузили ориентировочное имя у вас точно или ориентировочное примерное александр анатольевич срочно сегодня оплатите просроченный долг да я не могу только кому алло здравствуйте 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 Как дискуссия будет развиваться, так и будут возникать вопросы. Что? Андрей Станиславович, прошу прощения. В целых информационных безопасных событий, тогда расскажите, пожалуйста, когда к вашему рождению. После того, как вы сообщите по поручению какого банка, вы мне звоните. Не имею права предоставлять информацию, согласен законодательству Российской Федерации. У меня нет ни одного уведомления, ни одного банка. Нет, одно МФО, о том, что какие-то третьи лица появились на горизонте. Номер телефона горячей линии 8800, предвойки 4447. Для Андрея Станиславовича имеется важная информация. Так как вы идентификацию проходили, а салали, соответственно, вы для нас являетесь третьим лицом. Всего доброго, до свидания. Ну, давай. Здравствуйте, компания МБА Финансов, специалист Эмошина Оксана Сергеевна. Запись разговора ведет. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, с вами общаюсь. С вами общаешься, да. Замечательно, да, Тарас? А вы мне вот сколько еще будете тыкать, хамить? Вы так и не научились, да, с последнего контакта общаться? Я и не пытался переучиваться. 72-й год рождения. Вот не стыдно вообще общаться с сотрудникам? Мне стыдно, с шалавой общаться с... Кем? С шалавой. А, что еще поэтанцы об оплате штрафа не получили, да? Да, нет, еще не получал. Замечательно. Не идите дальше, с сотрудниками полиции будете смеяться. Всего доброго, по адресу проживания отправиться вам. Ты еще и больная. Дмитрий Евгеньевич, вы к маме своей слова эти адресуете? Да, она такой. Да. Алло, здравствуйте, компания Суздинвест, специалист Дмитрия Тиналтисканья, Космач Виктория Владимировна. Информирую вас, ведет и запись. Как фамилия? Космос? Космач Виктория Владимировна. Космач, понял. Космач, Дмитрий Евгеньевич, это вы верно? Да. Звонок вам поступает по вопросу вашей задолженности за услуги связи Ростелеком. На сегодняшний день у вас выставлен долг в размере 1737 рублей 92 копейки. Срок на оплату выставлен до 15 июля. Оплата поступит от вас в добровольном порядке? Вы два раза употребили термин выставлен. Где, кому, в каком формате он выставлен? Дмитрий Евгеньевич, на сегодняшний день наша компания создает вам выставлять долг, так как по вашему договору... Третий раз этот термин, да? Где, в каком формате... Понятно, понятно, допустим. Дмитрий Евгеньевич, а вы будете считать, сколько раз я и какое слово употребила? Нет, нет, это понятно. Я вам предоставляю информацию. Ну, предоставляйте. Только вопросов тогда не задавайте, ладно? Я не буду вам задавать никаких вопросов. Предоставляйте информацию. Я вам задаю вопросы непосредственно. А должны только предоставлять? А я тоже вам задаю вопросы, касающиеся ваших вопросов. Я готова воспринимать информацию? Нет, параллельно со мной не разговаривайте. Давайте конструктивный диалог вести. А то же вы тоже, получается, не способны воспринимать ситуацию. Логично. Тьфу на тебя! Если вы также будете уклоняться от оплаты вашего долга, договор будет передан... Еще другим коллекторам, да? Они вот там что, с тремя головами там эти коллекторы? Тьфу на тебя! Уважаемый, у нас ведется за эти разговоры. Еще я знаю. Они в своей задушности будете оплатить еще 20 тысяч штрафов. Тьфу на тебя! Тьфу на тебя! Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Иванок из Московского кредитного банка, отдел Мыштания, до Барина Иван Николаевича. Не получусь, формируя запись разговора. Владимир, касательно Гучихрай. Что-что? Что-что? Вам знакомо Гучихрай? Да, знакомо. Информацию передать можете? Что случилось? Передайте ей, пожалуйста, чтобы она связалась с Московским кредитным банком. Для какой цели? Цели предоставления ей информации. Ну и берите, да передавайте. Я здесь ничего. Она ваш номер оставила как дополнительный недосвязь. Тогда мне рассказывайте, что нужно. Я брат ее. Я вам рассказываю то, что нужно. Передайте ей, пожалуйста, информацию, чтобы она связалась с банком. И что теперь? Я должен прогнуться, тут побежать, что-то делать? Что ты мне тут говоришь что-то или что? Вы мне не тыкайте. Почему? Почему ответ мне на вопрос? Почему нельзя тебе тыкать? Это что за ответ такой? Потому что. Что в детском саду ты аргументируешь? Я такой-то, такой-то. У меня звание больше, чем твое. Я там родину защищаю или еще что-то делаю. Только в таких случаях можно на выезд с людьми разговаривать? Нет, понимаешь, слово ты никого никогда не оскорбляло. Я не знаю, что мне тыкать. Да мне похуй. Ты меня знаешь, что ты сюда звонишь? Как это другой вопрос? Ты мне, скотина, звонишь, блядь? Зачем ты мне звонишь на мой номер телефона, не спросив у меня разрешения, а? Что вы такое, чтобы у вас спрашиваться? Да, сука, потому что это мой телефон, понимаешь? Ты вторгаешься в мое личное пространство, блядь. И что, теперь вам не звонить, что ли? Нет, не звонить без моего разрешения, понимаешь? А как мне его спроситься? Никак, вообще никак. Вообще никак забыть обо мне, о моем номере телефона, понимаешь? И не звонить. Вот и все. Кому будут поступать? Будешь получать вот таких охуенных пиздюлей, понял, блядь? Ну, ну, блядь. Чего ты нукаешь там, блядь, лошадь? Лошадь сутулая, сука, блядь. Сидишь там у себя на работе на бабской, блядь. Чего ты мне звонишь сюда, а? Здравствуйте, здравствуйте. Кто это? Это Русколлектор. Меня зовут Артур Александрович. Скажите, Лена Михайловна, она вам знакома? Конечно, сестра моя, младшая. Вы можете ей передать информацию? Ну, блин, нет, не получится. А что такое? Не общаетесь или не хотите? Нет, наоборот, я у нее сейчас в гостях прилетел. Она мне как раз-таки попросила приехать. Тут вопросы у нее с коллекторами, с банками. Вот. То есть вы сейчас у нее находитесь, я не понял? Прямо в ее квартире, да. А, ну, тогда может, дадите ей трубку, что я смог поговорить с ней? Дело в том, что она, ну, еще раз повторю, Артем Александрович, да, по-моему? Артур Александрович, да. Простите, Артур Александрович. Я же вам говорю, я приехал, вот у нее проблемы с банками, коллекторы одолевают, ну, извините за выражение, да. И она попросила меня приехать. Я юрист, я, в общем-то, намерен эти вопросы все на себя взвалить и помочь ей разобраться со всем этим. То есть чтобы в правовом поле все происходило, без сучка говорения. Понятно, но полномочий у вас никаких нету, понимаете, в чем все дело? Никто с вами разговаривать не будет, на самом деле. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Петрович, это вы? С кем имею честь? Ну, вы Евгений Петрович? Я вас спрашиваю, кто вы такая? Звоните и вопрос. Меня зовут Татьяна Борисовна. Фамилия как ваша, Татьяна Борисовна? Вам даже что-то моя фамилия? Вы официальное лицо или нет? Да, официально. Я хочу поговорить с Евгением Петровичем. Когда я узнаю, что я разговариваю с Евгением Петровичем, я официально полностью представлюсь. Ну, вот идите свои условия ставить тогда в другое место. Вы, Евгений Петрович? Я говорю, свои условия вы будете ставить в другом месте. Представьтесь, как положено. Татьяна Борисовна меня зовут. Как еще вам представиться? Фамилию свою и должность назовите. И откуда вы звоните? Я представлюсь, когда я буду убеждена, что я разговариваю с Евгением Петровичем. Евгением Петровичем. Что значит свидание? Что значит, блин? Вы, Евгений Петрович? Не ваше собачье дело. В таком случае, если вы бросите трубку, то она может вновь поступить. А я ее не буду бросать. Что, я вас не знаю, придурков? Сами будете вешать. Я просто микрофончик отключу и трубочку рядом кладу. Все. Не хотите представляться? Она поступит вновь. Я вам представилась. Как вам еще представляться? Я вам еще объясняю раз. Если вы должностное лицо, вы обязаны представиться. Фамилия, имя, отчество, должность. Вы, Евгений Петрович, когда я буду услышать, что это Евгений Петрович... Какого хера я вам представляться-то буду? Вы ничего не попутали, барышня? Вы позвонили, и голос из трубки еще спрашивает, куда дозвонился. Хорошо, это ваше право, но... Да, это мое право. А вы работать не умеете? Идите, учитесь. Я умею работать, и надо меня учить. Все, до свидания. Надо вас учить, придурков. Да. Алло, Алексей? Кто это, слушал? Алло. Да. Здравствуйте, Аксена Павловна меня зовут. Банк Русский Стандарт. Скажите, пожалуйста, у вас давно оплаты не было за кредит. Вы когда собираетесь оплачивать? Ну, пока нечем. Ну, понятно, что нечем. Дело в том, что сейчас инициирована проверка на возбуждение уголовного дела. Вам надо хотят минимум оплатить. Против кого? В отношении кого уголовное дело? В отношении вас, конечно. 4200 вам необходимо оплатить. Я никакого преступления не совершал. Серьезно? Да. Ну, так отлично. Оплачиваете тогда кредит. Нет, нет, нет. Я хочу развить вашу тему. Вы сейчас пытались меня шантажировать какими-то голосовными заявлениями? Или что? Какое еще уголовное дело? Уголовное дело против преступников возбуждается. Ну, не только. Вы знаете, мошенники у нас еще есть. То есть вы меня сейчас косвенно обвинять. Одну секунду. И больше трех месяцев не оплачиваете. Одну секунду. Я вам предлагаю сейчас очень внимательно за своим языком следить. Мошенник это тот же преступник. Это уголовно наказуемое деяние. Итак, вы меня сейчас... Алло, здравствуйте. Вас слушают. Это я, здравствуйте еще раз. Банк раз нужно оплатить 80 192 рубля по одному кредиту, да. И второй 183 339 рублей. Оплата по 19% исключительно. Оплата считает? Вы же заявили, что это информационный звонок. То есть вы информацию донесли. Зачем вы вопросы задаете? В смысле зачем? Вы должны в банку. У вас два не оплачиваемых кредита. Добрый, что вы не собираетесь в этот кредит. Я буду добр, но вам отчет давать не намерен. Будете. Вы на сегодня... Давайте подходим, чтобы не буду я вам давать отчет. Хотите? Значит, будете инспектору отвечать, который будет направлен к вам по месту регистрации. Давайте, что это инспектор такой? Да, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Данг к вам кредит, Логиновский Константин Александрович. Татьяна Ивановна, могу услышать? Нет, к сожалению, не получится. Я брат ее. Все? Рядом не дает. А, я не знаю, когда у нас не счастье случилось, она в госпитале сейчас. У нее номер сейчас имеется какой-то, по которому позвонить? Нет, она все дома. Она, к сожалению, сейчас... Ну, так случилось, что она без сознания. Я говорю, в госпитале она в реанимации находится. Я вас... Вы на все передачи. Я вам номер наш вышлю, соответственно, пожалуйста, ей передайте. Как долго это все будет происходить, мы не знаем. Вся семья прилетела. Она в крайне тяжелом состоянии. Вы можете мне все передать. Мы сможем... Передать мы ничего не можем. Я просто знаю ситуацию, и у нее с банками есть проблемы. Я специально прилетел, чтобы эти проблемы решать. Если хотите, чтобы они были решены, взаимодействуйте со мной. Если отказываетесь взаимодействовать, значит... Я, честно, я не понимаю, о чем конкретно идет речь по поводу проблем. То есть у меня не на каком характере вопросы имеются. Ну, я знаю, что у нее кредитные проблемы есть. Если с кредитом ничего нет, то слава богу. В общем, в любом случае, номером вышлю. Если вдруг придет сюда, пусть уже звонит. Всего доброго. Почта банка делал узыскание окулев Михаил Игоревича Алексея. Кем приходится? Это я. Как он мне может кем-то присоединиться? Звоню по поводу ваших кредитов, задолженности имеются. Сейчас требование банка в течение двух дней задолженности погасить. Оплата поступает от вас. Простите, какой банк? Почта? Что почта? Такого банка не знаю, к сожалению. Вы не ошиблись? Вы уверены, что звоните по адресу? Да. А если вы, Алексей? Ну, это я. Причем, какое отношение ко мне имеет почта? У меня есть отношение... Сейчас скажу, что подождите. Альфа-банк, Сбербанк, Русский Стандарт, Тинькофф, Летобанк. И Ренессанс. Вот такие у меня взаимоотношения с кредитным учреждением. Почта-банк, юноша, ошиблись, наверное. Понятно. В общем, требование банка вам было выставлено. Вот, тогда я фиксирую отказ. А где оно выставлено? А где оно выставлено? Я не понял сейчас. Я вам выставил. Вот это да. Вот это да. Вот это заявочка. А я вам выставил, юноша. Юноша, и вам тоже, кстати говоря, требования от меня. Прям бабах. Получайте, распишитесь. Вы мне тоже должны. Все понятно? По-моему, непорядок, Алексей. Всего доброго. И ты слышишь, бабки мне... Алло. Алло, Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Звонок из почта банка, отдел изыскания, город Москва. Меня зовут Забакумов Станислав Александрович. Довожу до вашего сведения, что у вас имеется просроченная задолженность в размере 21 865 рублей. 50 дней уже, Алексей Николаевич, оплату не производите. Значит, требования банка, требования банка, оплату произвести 20 число, это крайний срок. Что, не понял? А я за вами, вы по два раза повторяете, я в третий раз. Ну, вы говорите, требования банка, требования банка. Я говорю, требования банка. Ну. Да. Так вы отказываетесь, да, выполненные требования банка? Что вы взяли? Выводы скоропостижные какие-то делаете. Я еще не слышал требования, не видел никаких требований банка, только слышал ваше заявление. Просто 50 дней уже оплата не производится у вас. Вот. Что значит просто? Вы словами-паразитами прекращаете пользоваться, вы на официальной службе находитесь просто. Как можно слово просто сейчас прилепить вот в контекст нашего с вами разговора? Не просто, не сложно, а есть факт. Ну, вот факт, то, что нужно оплату произвести 20 число, это крайний срок. В противном случае банк вправе начинять вам комиссии, штраф, информация о нарушении будет передана вашу кредитную историю с негативными правыми последствиями. Также банк оставляет за собой право в соответствии со 711 статьей, пункт 2 ЖК РФ. Растургнуть с вами договор, выставив вам заключительное требование. Знаете, у вас с дикцией какая-то беда, потому что вот вы сейчас сказали, в соответствии со статьей, и все, что я хотел услышать, я услышал женского кодекса. Понимаете, буквы глотаете, слова-паразиты эксплуатируете. Вот так вы сказали, в соответствии со статьей женского кодекса. Я все понял, я вашу позицию понял. Вот, я вам информацию долгий довел, о всех негативных последствиях я вам предупредил. Да, следите за речью, делайте. Ожидайте, пожалуйста, развития событий. Всего вам доброго, до свидания. Хорошо, ожидаю. Алло, алло, алло. Алексей Николаевич, могу услышать? Да, слушайте меня. Альфа-банк инспектора председательного отдела Екатерина Сергеевна. Дату рождения сообщите в качестве идентификации. Да ладно, голоса с трубки будут что-то кому-то рассказывать. Что, вам так мало того, что я вам сказал? Алексей Николаевич, да? Что, что? Вы не Алексей Николаевич, я даже. Что вы взяли? Не хотите не разговаривать? Кому? Подождите, сообщите. Зачем? Понятно, ждите следующего звонка. Жду с нетерпением. С нетерпением. Да. Ну, что там? До свидания. До свидания. Что сделаешь? Что будет в следующий раз? Ждите звонка следующего. Прокладки поменяй там у себя, мне. Прокладки, жди. Очень смешно, до свидания. Ну, смейся, ростик, смешно. Конечно. Рот свой закрой, рот закрой свой. Он меня закрыт. Алло. Я вас слышу. Здравствуйте. Здравствуйте. Валерий Антонович. Да, это я. Антон Юрьев, в центре Раджихова, номер Сергеевна. Вы наверное записались. Возлету, как вы поступили по поводу и кредиты в ваши потрачки не вывозны в тюрьме. Алло. А я слушаю вас. Продолжайте. Ну. Что, вы решаете как-нибудь по вас? Что? Знаете, связь у вас шалит. Вы решаете как-то вопрос или как-то уклоняетесь? От чего уклоняюсь? Связь ужасная. От выплат. От выплат компании на кредит. Ну и, насколько я подозреваю, вам я не обязан отчитываться. Ну ладно, так уж и быть уклоняюсь. Скажется, вы замечаете. Моносква рассчитывается. Даже в любом случае будете вернуться. Не, подождите, а зачем вы это сказали замечательно? Я думал, удовлетворил вас этим ответом. Просто сказали. Или это слово паразит у вас прискучило? Замечательно вы сказали. Это все. Понимаю, Анатолий, слушайте. Вы не должны очень вернуть эти деньги. Незаправлены, но только в медицинском порядке. Давайте поспорим. Для этого вам нужно оказаться у меня на пороге. Чтобы я увидел вашу... Ну, мне интересно спорить с таким людьми, как вы. Все же вы пытаетесь это делать. У меня противоположное мнение, вы свое. Ну, мне все равно, мне все равно. Я высказала... Зачем вы тогда звоните, раз вам все равно? Удовляю вас. Ну, все, клади трубку, раз у меня там на... Я хочу отвечать, что свои долги доспите спокойно. В сутки должно быть в таком возрасте, он так себя вести. Открываю... Я тебя веду, я не могу понять, как я тебя веду. Всего доброго. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Алло, я вас слышу. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Да, здравствуйте, здравствуйте. Компания Ферратом вас беспокоит. Вот это не Дмитрий Владимирович. У вас задолженность перед нашей компанией уже 69 дней. Есть такое дело, да, есть. Почему оплату не производится? У вас потягушки там, да? Что? Потягушки у вас, да, вот так? Ой, почему оплату не производится? Так вы, ну, в всяком случае, мне так вот... Анатолий Васильевич, я с вами вопрос по задолженности решать буду. Ну, давайте, сейчас я тебе рассказываю. Я просто сегодня... Подождите, я вас... Я вас раскуражил, разозлил, расстроил или просто вывел из равновесия. Только устраивать выйти в другом месте, Анатолий Васильевич. Да, у меня просто хорошее настроение, поверьте, если я автомобиль купил... Вот, вот... Да, это вы купили автомобиль, а при этом не оплатили свою задолженность. Да, я, 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 знаете, как это самое... Как это называется? Слушайте, как поет громко эта машина. О! О! Слышно вам? Ой, динамики вам одна, я... Я, конечно, думал, думал, там, эти копейки. Не, я-то собрал этот миллион, собрался, а на миллион долго собирал. И с вашей помощью спасибо вам тоже. И все-таки... Наконец-то... Сбылась мечта идиота! Ой, настроение... Отпад. Сегодня я, наверное, еще девушку закажу себе в апартаменты. Вот. Да-да-да, я вас слушаю, простите. Да-да-да, я на девушку сегодня. Не сегодня, давай, я, наверное, недельку, наверное... Передается в коллекторское агентство. Всего доброго, до свидания. Спасибо, огромное! Ну вот, друзья мои, не судите строго. Как говорится, что выросло, то выросло. Такая подборочка, достаточно продолжительная, почти на 30 минут. Знаете, был жестячок, был юмор, были попытки серьезного разговора. Ну, вот такие каратыши. А вы уж смотрите сами, кому что нравится. Ну и пишите, конечно, комментарии. А в ответ сразу, заведомо на те комментарии, что, может быть, где-то я перегнул палку. Знаете, вот тут был ролик, я специально его вставил. Ролик другого автора, не нашего сотрудника. Когда он сказал, под конец, на заявление коллекторше, что не надо ее, типа, учить, он четко, так лаконично заявил. Надо вас, придурков, учить. А вот, ну, может быть, даже в этом отношении какое-то доброе дело и в сторону коллекторов мы делаем. Какая-то часть их отсеется, и вот этим коллекторским агентством и так сейчас нелегко. Ну, потому что сами видите, сами понимаете, кого они там набирают на работу. Ну, еще хуже им придется. Ладно, друзья, я понимаю, что на нашем канале очень много людей, кто давно сидит, как говорится, и слушает. И я хочу, друзья мои, к вам обратиться. Обычно обращаюсь к новым подписчикам, но хочу обратиться я все-таки к вам. Ребята, я читаю, конечно же, ваши комментарии, где вы просите поменьше, поменьше рекламы. Но, давайте по-честному, как я всегда со всеми, этот канал несет в себе функции, конечно же, развлекательного контента. Но и я, и вся моя компания, и люди, которые у нас работают, мы не альтруисты. И нам нужно жить хорошо, жить, чего я вам желаю, зарабатывать. Этот канал, в числе прочего, еще и является хорошим рекламным таким ресурсом. И мы, естественно, должны говорить новым подписчикам нашего канала ту информацию, которая в результате дает работу нашему многочисленному штату сотрудников, юристов, консультантов, персональным менеджерам и так далее и тому подобное. Потому что, ну, ничего просто так не происходит. Сам канал, YouTube за это нам не платит. Ну, точнее, те копейки, которые приходят с YouTube канала. Но самого YouTube это ни о чем. И вообще, не на это был расчет, а этот канал задумывался как рекламный ресурс. Поэтому, извините, дорогие друзья, кто любит слушать просто ролики. Но мы хотим все-таки как можно больше количества людей привлечь в число наших клиентов и помочь людям. Помочь людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию с банками, как вы знаете, с коллекторами, с микрофинансовыми организациями, с онлайн-займами. И поэтому переправляем всех на наш сайт. Сейчас я уже обращаюсь к тем, кто недавно оказался на нашем канале и не может понять, почему вот как-то так легко все происходит. Почему коллекторов никто не уважает, а вы до последнего времени их боялись, тряслись перед ними. Да, друзья, да они никто и звать их никак. Да и банки, звонки из банков, это тоже на ваше усмотрение. Не хотите, не разговаривайте. Почему? Спросите вы, мы вам ответим. Но только не на этом ролике, а перенаправим вас, как я еще раз говорил, на наш сайт. Ссылка на сайт в описании этого либо любого другого ролика есть. Также для вашего удобства сейчас в правом верхнем углу выходит кликабельная подсказочка. Вот она. Пройдите на наш сайт. Обязательно найдите там видео. Видео «Алгоритм работы кредитных юристов компании «Лямб». Посмотрите это видео, и вы все поймете, как устроена наша работа, что мы для вас можем сделать и сделали. И что мы уже сделали для многих сотен наших клиентов. Сколько это стоит, сколько времени займет. Почему это намного выгоднее, чем платить бесконечно в банке или в эти микрофинансовые организации. Все в этом видео по полочкам, что называется, разложено. Поэтому не поленитесь, посмотрите, вникните и примите это самое важное решение. Если это решение принято с вашей стороны, то вам остается только лишь отправить нам заявку через форму на сайте. Внестите туда корректную информацию, имейл, свой номер телефона, как к вам обращаться. И ждите звоночка нашего специалиста. Звоним мы с телефона, который указан на сайте. Его видно в нескольких местах с сайта есть наш телефон. Туда звонить не нужно самостоятельно. Практически нереально дозвониться. А вот мы именно с этих цифр вас наберем. Забейте себе ваши телефонные аппараты в виде контакта. Юристы компании «Лямб». Просто «Лямб» или просто юристы «Лямб». Эти цифры. И ждите звонка нашего специалиста. Я хочу подчеркнуть, звоним мы в рабочее время 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья, по московскому часовому поясу с 9 до 18 часов. Стараемся обзвонить всех, кто подал заявку в данный конкретный день. Если не успеваем, звоним на следующий день. В любом случае отправляем на почту, если даже не дозвонились, информацию. Проверяйте почту свою электронную. Что еще хотел бы вам я сказать. У нас еще есть на сайте плейлист обращений моих. Как руководителя компании «Лямб», подписчикам, гостям канала, ну и конечно же клиентам нашего канала, простите, нашей организации, компания «Лямб». Очень многие люди в комментариях, в личку нам пишут на почту, просто задаются вопросами теми либо иными. И мы стараемся ответить на максимальное количество вопросов, особо острых. Вот в этом, вот таких вот, в отдельных роликах. Из таких роликов уже создан целый плейлист, поэтому, пожалуйста, можете посмотреть, послушать. Это на самом деле интересно. Ссылочка на плейлист в правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выходит. Вот она. Ну и еще раз напомню. Для тех, кто хочет стать под юридическую защиту. Посмотрите видео на сайте и заполните форму. Ждите звонка нашего специалиста. Для вашего в очередной раз удобства в правом верхнем углу видеотрансляции сейчас выходит кликабельная подсказка. Вот она. Посмотрите видео на сайте. Ну, для старых наших подписчиков, посетителей, гостей. Подписываемся на наш канал. Если вы этого еще не сделали, ставьте лайк, пишите комментарии. Очень интересно ваше мнение. Группа ВКонтакте у нас есть. Вступайте в группу. Ссылочка на группу в описании этого и любого другого ролика. Кстати говоря, ВКонтакте мы все видеоролики дублируем с YouTube канала. Ну и, конечно, дополнительной информации много полезной. Еще просьба репостов в соцсетях, конечно. Ну, мне остается пожелать вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Всего вам хорошего, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok